Ульяновск – город трудовой доблести. В 2020 году наш областной центр получил это почетное звание благодаря поддержке секретаря Генсовета Единой России Андрея Турчака и одобрению президента нашей страны. А в 2021-м в Ульяновске появилась Стелла. Ее торжественно открыли сегодня на площади возле Центрального железнодорожного вокзала. Тех, кто пребывает в Ульяновск по железной дороге, теперь встречает новый символ. Стелла – город трудовой доблести. Это признание заслуг Ульяновска и его жителей в Великую Отечественную. На памятном знаке – выдержка из указа президента и ставшая знаменательной дата – 2 июня 2020 года. Ульяновск в годы Великой Отечественной войны стал кузницей победы, а героизм наших земляков в это время заложил основу будущего развития города, превратившийся из статысячного городка в промышленный центр по Волжье. Более 5 миллиардов патронов выпущено на территории Ульяновска, более 4 миллионов шинелей. 18 предприятий сюда были эвакуированы вместе с многими жителями нашей страны. Только патронный завод выпустил столько продукции, сколько за 24 довоенных года. Каждый третий патрон на фронте был ульяновским. Виктор и Андрей Барышевы – представители одной из старейших трудовых династий региона. Их предки строили это предприятие и, конечно, трудились на патронном заводе в годы войны. Если взять моего отца, то он как рассказывал, работали день и ночь, ночевали в заводах, мыши были маленькие, сидели дома одни. Свою лепту в победу в войне внесла и православная церковь. В годы войны именно в Ульяновск был эвакуирован митрополит московский Сергий. Именно здесь, в Ульяновске, митрополит Сергий писал свои послания. На призыв его откликнулись люди по всей России, по всему Советскому Союзу. И было собрано много очень средств на помощь фронту. Алексей Русских говорит о подвиге и работников завода имени Володарского, и рабочих автозавода. Вспоминает про трудовые достижения сельчан, самоотверженность военных медиков, поддержку эвакуированных и помощь горожан, собиравших средства для фронта. С учетом многочисленных обращений ульяновцев, их активной позиции и отношению к истории, секретарь Госсовета Единой России Андрей Турчак просил главу государства вознаменование победы включить Ульяновск в число городов трудовой доблести. Президент поддержал предложение. Примеры трудового героизма можно перечислять и перечислять. А мы, потомки Великой Победы, помним и чтим каждый подвиг. И ратный, и каждодневный, тяжелый тыловой труд, часто безымянных героев той войны. В годы Великой Отечественной войны через город проходила легендарная железнодорожная артерия Ловская Ракада, сооружение которой, по словам Жукова, обеспечила резервами и вооружением всю Сталинградскую битву. Свои поздравления Ульяновску прислали помощник президента, глава российского военно-исторического общества Владимир Мединский и полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.